Три ночи требуется подрядчикам, чтобы отфрезеровать старое дорожное покрытие на улице Ирошевского. В среднем за одну ночь удается срезать до 5000 квадратных метров асфальта. Несмотря на то, что дорога на большем ее протяжении одностороннее, а проезжая часть не столь широкая, перекрытие движения не требуется. Да и ночью оно не такое оживленное. Маршрутов общественного транспорта здесь нет, автомобили, дорожные рабочие пропускают. Небольшие осадки, помехой на текущем этапе работы тоже не становятся. Фрезерованию дождь не мешает, ну дождь не сильный, не мешает работать. Колодцы следуют перестановки, будут переустанавливаться, демонтироваться и будут перестанавливаться. Всего ремонту большими картами свыше 100 погонных метров по всей ширине проезжей части подлежит полтора километра улицы. Это почти 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Рабочие, помимо фрезерования, выполнят поднятие люков смотровых колодцев на проектную высоту. Они будут на одном уровне с покрытием. Затем уложат новый асфальт, применят современную смесь с ЧМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, что обеспечит высокую прочность полотна. При этом укладку будут производить только при сухой погоде. На всех этапах качество работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Подрядчик заинтересован в качестве не меньше, ведь предстоит приемка, а гарантия на покрытие будет составлять 5 лет. В случае возникновения дефектов подрядной организации придется переделывать ремонт исключительно за счет собственных средств. Возвращаясь к вопросу укладки, это погодные условия для того, чтобы основание было подготовлено, были подняты люки инженерных коммуникаций, для того, чтобы застыл бетон, тоже нужно время. И для того, чтобы подготовить улицу, то есть обеспылить, почистить, сделать розлив вяжущего, тоже нужно определенное время. То есть это цикл, который необходимо соблюдать в обязательном порядке. Участок улицы Ярошевского от Новосадовой до Маломосковской – один из 42, которые в этом году будут отремонтированы в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учтены результаты диагностики состояния покрытия, которое заблаговременно выполняется в специализированной передвижной дорожной лаборатории. Кроме того, перечень дорог местного значения, подлежащих обновлению, был сформирован исходя из предписаний надзорных органов, просьб жителей и расположения на улицах объектов массового притяжения гаража, медицинских, образовательных и других социальных учреждений. На Ярошевского располагается ряд таких объектов, в том числе гимназия и детский сад. Родители каждый день привозят своих детей, и автомобилисты, и общественники, и сотрудники образовательной сферы отмечают, что из-за некачественной дороги здесь образовывались пробки. Дорога была полностью разбита, мы хотели ее увидеть гладкой, ровной, красивой, чтобы по ней было приятно ехать, чтобы ее было приятно переходить, чтобы она своей красотой радовала наши глаза. И отвечала всем требованиям безопасности дорожного движения. Качество дороги для нас является очень важным. Все работы выполняют по графику. Ориентировочная дата окончания ремонта – 9 мая, чтобы после майских праздников горожане на работу и домой ездили по обновленной дороге, а подвоз детей к образовательным учреждениям был беспрепятственным и комфортным. Специалисты также отмечают, что в этом районе в текущем году на средства дорожного нацпроекта будут охвачены ремонтными работами улицы Мичурина и проспект Масленниково, которые частично были приведены в порядок в прошлые годы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, Николай Сидоров. События.